Детская школа искусств в развилке является не только очагом культуры, но и местом общения руководства городского округа с жителями. Сегодня на повестке дня вопрос непростой. С 2016 года жители возводящегося микрорайона «Новая развилка» ждут, когда закончится стройка. И вот в этом деле наметился сдвиг. У объекта появился новый инвестор, готовый довести дело до конца. Мы несколько раз общались с представителем застройщика, со вновь появившимся инвесторов. Они начали наконец-то движение на стройплощадке. Это приятно увидеть, на мой взгляд. Недостаточно, но тем не менее, мы видим, что деньги живые они потратили. На сайте застройщика можно увидеть будущий микрорайон «Новая развилка». Три современных многоквартирных дома, парковки, детские площадки. На деле же лишь один дом готов всего на 30%, а других нет и в помине. И как издевательство, надпись на заборе вокруг недостроенных объектов «Смиритесь». Естественно, что к новому инвестору вопросов у жителей накопилось немало. Вы сказали, что на 11-м корпусе проходят коммуникации. Они живые, да, как я понимаю? Представитель инвестора Алексей Дземчук показал расширенную презентацию и подробно рассказал об организации, которая будет продолжать строительство и представил четкий график работ по всем домам будущего микрорайона. Действительно, уже сейчас на стройке появились люди и заработал башенный кран. Уже поэтому, а также по проведенным предварительным мероприятиям, можно судить о серьезности намерений инвестора. Участники долевого строительства, пришедшие на встречу, также положительно восприняли озвученную информацию. Убедительно говорили многие. Сегодняшний оратор очень понравился. Говорит убедительно, грамотно, правильно. И хотелось бы, чтобы у него все получилось. Мы очень в этом надеемся и верим. И даже после окончания встречи жители не расходились, а уже в неформальной беседе общались с руководством округа и представителями инвестора. Кстати, максимальная открытость к диалогу, этого тоже не хватало людям. Теперь будут созданы чаты во всех мессенджерах и социальных сетях, где жители смогут быстро и оперативно получать ответ на любой вопрос. Для того, чтобы понимать все вопросы, которые есть у дольщиков, вот сейчас вы видите, как бы предоставилась минута. Мы сейчас специально создали все эти ресурсы, и будут еще дополнительные, на которых все дольщики могут задавать животрепещущие острые вопросы, на которые мы будем отвечать. Кроме того, в Инстаграме еженедельно будут выкладываться фото со стройки, чтобы люди могли наблюдать за ходом строительства. Руководство городского округа, в свою очередь, также предъявляет ряд жестких требований. Прежде всего, это касается временных рамок. Нашей договоренностью является то, что уже в ближайшее время он должен показать динамику. Работы уже начались, мы это видим, но он должен показать за ближайшие 2-3 месяца стремительную динамику достройки корпусов. По предварительным расчетам получить ключи от новеньких квартир люди смогут в начале 2022 года.